Воспитывать патриотизм у школьников в Мегионе будут не только за партами. К 9 мая в городе готовят к открытию Центр Патриот. В нем разместится музей с экспозициями, в создании которых непосредственное участие принимали сами подростки. Материал Жанна Кузьминой. Это практически полная копия солдатской землянки. Она даже построена из настоящих бревен. Для нее специально заготавливали сырье, шкурили и распиливали деревья. А затем уже на базе центра собирали стены и крышу. Причем большую часть работы ребята выполняли сами. Она как бы натуральнее. В годы войны землянки строили только из дерева, а не из искусственных материалов. Вот наша землянка особо не стоит в том, что она настоящая землянка из красного дерева. Землянка станет учебным классом. Здесь планируют проводить занятия и для поисковиков, и для учащихся общеобразовательных школ. А в памятные даты она будет служить праздничной площадкой. Я оставил себя вместо бойца Красной Армии. Когда дали задание построить землянку, они строили это и в дождь, и в снег, несмотря на погоду. Я бы, наверное, выдержал. Этот проект станет центральным в новом патриоте, который готовят к открытию в Мегионе. Учреждение существовало и раньше, но ему катастрофически не хватало места. Подвоенно-патриотический музей отдали освободившиеся помещения детского сада. Раньше у нас в каждой школе были небольшие помещения, где находились такие небольшие артефакты и всё. А вот такого комплекса, который представляет собой комната боевой славы и помещения, где мы могли заниматься, его не было. То количество желающих, которые бы хотели посетить, их гораздо больше. И, естественно, нужно, чтобы было помещение больше. Собрание раритетов с места скопок – это уже музейная классика, которую можно встретить в любой школе, где организован поисковый отряд. Но вот такие экспонаты – редкость даже в федеральных выставочных центрах. Сколько лет? Это реальный завтрак. Слушайте, это вот им сколько лет получается? Более 80. Из качества представляете? Более 80. А деколон нашли в блиндаже немецкого офицера в Псковской области. В том же районе обнаружили редкий резиновый коврик для пересчёта денег. Экспонаты просил музей на Мамаевом кургане, но мегионские поисковики решили сохранить их для собственного фонда. Посмотреть на всё это лично смогут все желающие уже в мае. Торжественное открытие планируют провести в День Победы. Жанна Кузьмина, Дмитрий Евдокимов, Вести Югория, Мегион.